У нас сегодня животрепущущая тема, когда всё плохо. Когда всё плохо и всё в одном лице. Сухость, купероз, морщины, пигментация. Чаще всего мы это начинаем замечать осенью, после летних отпусков, когда уже отвели всех детей в школу, в садик, и, наконец, появилось время для себя, для того, чтобы посмотреть на себя в зеркало, чтобы не на минуту чистить зубы, а всё-таки уже более прицельно, когда вроде отпустила. И тут внезапно оказывается, что полный пигмент, и всё на одном лице. Следующий у меня вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, кто косметолог, а кто просто человек. Потому что нужно знать, как вам рассказывать. От этого будет зависеть тонкость рассказа. Отлично, куча косметологов. Прекрасно. И я надеюсь, что вы все хорошо знакомы. Просто человек. Хорошо знакомы с косметикой Гельтек. Напишите, кто не знаком. Потому что здесь не будет, здесь будет только название в моей презентации именно визуально. Так, незнакомо. Понятно. Смотрите, вам будет сложнее, кто незнаком, потому что будет только название. Я вам рекомендую рекомендовать вам другие мои вебинары, чтобы посмотреть. Потому что там будут разборы уже косметики. Именно вот она как выглядит, вот её состав, вот её свойства. Потому что сегодня тема достаточно большая. И будет именно обзор, относящийся не к тому, какое средство, да, для чего. А к тому, вот у нас есть проблемы и как их решать. Да, то есть вот так. Поэтому вам придётся потом самим немножечко познакомиться. Напомню, что на сайте Гельтек Медика Ру все средства хорошо описаны. Тыкаем на средства, там сразу же видно его состав, там сразу же описаны его свойства, как его применять. Можно смотреть все вебинары на Ютубе абсолютно бесплатно, их очень-очень много. Поэтому не волнуйтесь, всё будет. Итак, возвращаемся к вебинару. Итак, когда всё плохо? Что такое всё плохо? Это в первую очередь сухость кожи, да, и именно обезвоженность. Я напомню, есть у меня, кстати, вебинар, да, сухая или обезвоженная кожа. Он так и называет, сухая или обезвоженная. Там рассказывается, в чём разница между сухой и между обезвоженной кожей. И как, соответственно, ухаживать за сухой, а как за обезвоженной кожей. В данном случае я говорю про обезвоженность кожи. Она появляется из-за того, что похолодало, да, лето закончилось, и начался отопительный сезон. Кожа перестраивается, воздух становится более сухим. И, соответственно, кожа у нас начинает сохнуть. То есть она становится обезвоженной, мы теряем воду. Идёт разрушение барьеров. Барьеры не справляются, вернее, кожные, потому что стал воздух более сухой. И транспидермальная потеря жидкости увеличивается. Мы от этого страдаем. Купероз. Осень – это время купероза. Его, опять же, замечают когда? Когда начинает сходить загар. Потому что загар, он как тональный крем. Он делает такой лёгкий макияж на лице. Да, и сквозь загар плохо видно купероз. А когда загар уменьшается, то мы начинаем видеть, ой, а что это я вся в сеточку красную? А что это у меня с лицом и с декольте вообще такое происходит страшное? Надо опять пойти позагорать, видимо, или тональный крем купить, чтобы это скрыть. Вот. Из-за чего происходит купероз? Ну, во-первых, это, у нас потом будут ещё дальше слайды. Во-первых, это генетическая особенность, да, слабость соединительной ткани, нарушение в коллагене. Во-вторых, что его провоцирует? Провоцирует его обезвоженность, которая у нас уже есть, да, и инсоляция, которая у нас была всё лето. Дальше. Мелкие морщинки. Они, это именно мелкие-мелкие такие вот морщиночки, которые не зависят от вашей мимики. То есть даже они видны тогда, когда вы расслабили глаза абсолютно, не улыбаетесь, не щуритесь. Вы видите эти мелкие-мелкие сеточки, прям морщинки на лице, чаще всего вокруг глаз. С возрастом они могут появиться и на всём лице, ну, кроме лба, там мелкие совсем не появляются. То есть на щеках вот в этих областях, вот здесь вот в области мышцы, опускающей угол рта, в области эхо-улыбки, вот в этой области тоже, да, появляется мелкая-мелкая сеточка морщинок. Она именно из-за тоже обезвоженности и фотостарения к ней приводит. Ну, просто старение к ней тоже приводит, потому что истончение кожи, обезвоженность кожи приводит к вот таким мелким-мелким морщинкам. Поэтому написано обезвоженность и инсуляция. Мимические морщины, да, это то, что у нас появляется, когда мы морщимся, да. Сначала мы морщимся-морщимся, ничего страшного не происходит, да, расслабились, всё разгладилось. Но в конце концов кожа, она имеет свои пределы прочности, и морщины остаются с нами уже навсегда. Поэтому мимические морщины осенью мы тоже их больше замечаем, потому что мы всё лето щурились на солнце. Даже сквозь очки солнцезащитные, всё равно, если солнце яркое, то, конечно, мы щуримся. Летом мы больше улыбаемся, летом мы больше жуём фруктов и так далее, мы больше улыбаемся, мы больше щуримся, поэтому мимические морщины осенью, они более яркие. Далее. И, конечно, пигментация. Пигментация тоже может быть впервые появиться после лета, может обостриться после летнего сезона. Соответственно, тоже осенью, как только загар сходит, или как только мы начинаем всё-таки думать о себе, да, потому что летом мы думали про отдых, осенью, в начале осени мы думаем про детей или про возвращение к работе, а потом, когда уже жизнь налаживается, мы начинаем смотреть в зеркало, и, о боже мой, а я, оказывается, вся в пятнышках. Вот. Соответственно, причина пигментации – это инсоляция. Ну, безусловно, это и генетические могут быть проблемы, и эндокринологические могут быть проблемы. И это могут быть… В общем, у меня тоже есть вебинар про пигментацию. Тоже можете поискать. Там очень подробно расписано, какие бывают пигментные пятна, что с ними делать, от чего она появляется. Сейчас мы немножечко тоже затронем эти проблемы более подробно. А пока что можете написать, у кого какие есть проблемы. Вот прям у вас лично, потому что косметологов людей много, и там, конечно, берутся все проблемы. Пока вы пишете, смотрите, порядок коррекции. Порядок коррекции всегда от быстрого к долгому, да. То есть есть проблемы, которые решаются быстро, а есть проблемы, с которыми нужно бороться годами. Годами, ну вот та же мимика, да, мимические морщины. Мы не можем не использовать такую, это как бы, ну, ненормально. Но может быть на необитаемом острове, когда нам не с кем общаться, да, и еще там темно и не светит солнце, потому что, когда мы щуримся, это тоже наша мимика. Когда мы разговариваем, это мимика и так далее. Поэтому, то есть мимические морщины, пигментация, это долгие проблемы, долгосрочные. Их мы не можем решить быстро. Поэтому всегда сначала решаются более быстрые проблемы. Самая быстрая, быстро решаемая проблема – это обезвоженность. Далее, от простого к сложному. Чем проще проблема, тем легче ее решить. Дальше я вам покажу немножко гистологии, причины разных проблем, да, и будет понятно, что есть там та же пигментация – это очень сложная проблема. У нее очень много факторов. Тот же купероз – достаточно тоже сложная проблема. И тоже просто ли это купероз, то есть просто это особенность коллагена, слабость сосудов, да, или это розация начинающаяся, да, эритоматозная форма розации. Тоже об этом есть, тоже вебинар про розацию. Просто вебинаров очень много, вы себе сразу записываете, там, пигментация, розация, сухая или обезвоженная, да. Вот, то есть есть простые проблемы, и почему бы не решить их быстро, действительно быстро и просто. И есть долгие и сложные проблемы, которыми вы можете заняться потом. Потому что все одновременно невозможно решить вот так вот, да. Мы не в волшебном мире живем, крестная фея к нам не прилетит. И потом она работала только до 12 ночи, то есть даже она не решала проблемы. Так, от изначального к последующему, то есть к следствию проблем. То есть нужно найти причину всех проблем, допустим, или большинства проблем, решить ее, а потом решать остальные проблемы, да. То есть от причины к следствию мы передвигаемся. Потому что когда мы будем у многих проблем решать причину, да, изменим эту причину, уберем ее, то уже несколько проблем решится, не одна. Возвращаемся к предыдущему слайду, да. Итак, похолодало мы не можем убрать. Отопительный сезон мы не можем убрать, но мы можем немножко выключить батареи, чаще проветривать, делать влажную уборку. Если батареи не отключаются, вешать на них мокрые полотенца. Об этом тоже есть вебинар. Далее, начало отопительного сезона, как дальше жить. По-моему, так он называется. Далее, купероз смотрим. Обезвоженность. То есть первая проблема у нас приводит и к куперозу в том числе, а также к мелким морщинам, да. То есть убирая обезвоженность, решая эту проблему, мы решим проблему купероза и мелких морщин. А уже с мимическими и с пигментациями будем бороться по-другому. Хотя я вам сразу скажу, что на обезвоженной коже мимические морщины гораздо сильнее видно, и они глубже всегда, чем на коже хорошо увлажнённой, которая находится в нормальном состоянии. С пигментацией тоже, когда клетки находятся в состоянии обезвоженности, вот это не просто вы такая в состоянии обезвоженности, это каждая ваша клеточка страдает, да, каждая клеточка вашей кожи. То пигментация будет ярче, чем когда клетки находятся в нормальном состоянии и им хорошо. Поэтому обезвоженность – это прям зло-зло-зло. Вот. Итак, поэтому мы в первую очередь боремся с обезвоженностью. Затем по мелким морщинкам не всегда не специалист может определить, это мелкие морщинки, потому что это обезвоженность, или это мелкие морщинки, потому что это мимика. Да, плюс они в одних и тех же местах, там те же гусиные лапки, плюс тонкая кожа тоже выдает мелкие морщинки. Поэтому, если мы уже думаем, что мы поборолись с обезвоженностью, мы начинаем бороться с мелкими морщинками, делаем кожу более наполненной водой. Далее. Боремся с чувствительностью кожи. Чувствительность всегда усиливается при обезвоженности. То есть, если у вас никогда не было чувствительной кожи, у вас всегда была такая, не знаю кто, носорог, вот, толстая кожа, да, допустим, ну, никогда не краснела у вас кожа, никогда не было каких-то шелушащихся вытаратин, какой-то чувствительности там, что вот крем намазываешь, намазываешь, наносишь, а он щипится, да. Никогда у вас такого не было, и вот опять. Да, и снова здравствуйте. Вот. Соответственно, когда есть обезвоженность, может повыситься чувствительность, и это часто происходит в начале отопительного сезона. Поэтому будьте бдительны. Помним, чувствительность – это равно обезвоженность в первую очередь. То есть, нужно всегда восстановить... Оно уже назад в речечку горную не сузится. Тут уж извините. Их можно только уже убивать и препятствовать образованию нового купероза. Так, пигментация. Да, про пигментацию я уже сказала. Тоже с ней борются достаточно жесткими методами, достаточно серьезными и наружными средствами, и аппаратными, и инъекционными. Поэтому кожа должна уже быть в хорошем состоянии. И тогда она благодарна будет отвечать на воздействие борьбы с пигментацией. А не так, что мы одно лечим, другое калечим. Поэтому нам... Поэтому нужно лечить последовательно. И мимические морщины. Это отдельное немножко такое действие, потому что это наша мимика. Это мышцы, это уже не кожа. Да, и работа здесь идет с мышцами. Итак, немножечко про эти проблемы. Это слайд про обезвоженность. Так вот, обезвоженность часто выглядит как небольшое шелушение. Но не всегда, далеко не всегда. Она может выглядеть и как черные забитые поры, если кожа жирная. Она может выглядеть как мелкие-мелкие морщинки. Если кожа такая более плотная, дубовая. И зрелая. То есть на зрелой коже уже черных точек не будет, потому что сальные железы больше не работают. С возрастом они все меньше-меньше-меньше вырабатывают кожного сала. При этом обезвоженность имеет место быть, но будет такое вот именно мелкоморщинистое лицо. Далее, что мы здесь видим? Сейчас стрелочку включу. Мы здесь видим, что когда кожа в нормальном состоянии, в увлажненном состоянии, здесь вот есть липидные слои, корниоциты – это клеточки эпидермиса. Вот нормальный кожный барьер с хорошим, хороший липидоэпидермальный барьер. Он задерживает любые внешние воздействия, ну практически любые, да, там какую-нибудь кислоту в лицо он не задерживает. Но даже когда делаешь поверхностные пилинги на хорошо увлажненной коже, именно на коже, не путайте, увлажнение – это не кремом намазано, да, увлажнение – это личное свойство данной конкретной кожи в данный конкретный момент. То есть ее защита. Защита как от внешнего воздействия, так и от испарения влаги. И добиваемся мы это совсем не кремами. Итак, внешнее воздействие как бы, как отзеркаливаются просто. Можно грязью, в грязь упасть лицом, и не будет никаких прыщей, да, поспать на чужой какой-то левой подушке грязной где-то с бомжами, вот, и ничего не произойдет. Там не умыться, ничего не произойдет. Вот, намазаться каким-то очень активным кремом, и ничего не произойдет. Сделать легкий пилинг, и даже он щипать даже не будет, да. То есть на ком-то это будет прямо ощущение пощипывания и даже покраснение кожи. Кожа с хорошим барьером даже не заметит этого легкого пилинга. Вот именно ощущений никаких не будет. И это нормально. Это как раз то нормально, к которому надо стремиться. Я имею в виду поверхностный пилинг, ни разу не срединный, там, ТСА какой-то. Его, конечно, все почувствуют. Итак, если наши барьеры разрушены, то у нас получаются прорехи, да, как будто вязаная кофта как-то расползлась, да, то есть она была плотная, а тут расползлась, дырки какие-то появились, да, и ветер дует, а мы все чувствуем, нам холодно. То есть смысл в этой вязаной кофте пропадает. Вот. При поврежденных липидных слоях все внешние воздействия, к сожалению, проникают глубже, и мы реагируем на них. Ветер подул, кожа покраснела. Умылись горячей водой, кожа покраснела, зашелушилась, ее стянуло. Пилинг сделали, он щипает, и прям до ожога первой степени все красное щипется. Больше к косметологу не хочется. И шелушимся еще две недели. Что еще? Случайно поспали с бомжами, все, все в прыщах, и все ужасно. Вот, надо к дерматологу ходить. Вот. Это признаки неправильной работы кожи, обезвоженной кожи. Ниже подобные картинки, да, но здесь добавляется, что, кроме внешних воздействий, добавляется испарение жидкости. Кожа нам дана, вообще появилась кожа в процессе эволюции, исключительно только для того, чтобы жидкость не испарялась, чтобы животные из океана морского смогли выйти на сушу. Все, больше ни для чего. Это первая, самая главная суть кожи. Это защита от потери влаги, да, и если кожный барьер плохой, то влага из нас просто вылетает. Вот, как показано вот на этой картинке. Влага у нас прекрасненькая, вылетает. Это плохо. Поэтому и получается обезвоженность. С обезвоженностью понятно, кому непонятно, тот смотрит отдельный вебинар, там много. Так, то есть, чтобы убрать обезвоженность и кучу проблем, которые с ней связаны, нужно восстановить лепидоэпидермальный барьер, а не кремом намазаться. Купероз. Тоже интересная проблема, да. За границей очень мало купероза. Почему-то у нас в России его очень много. И здесь, как я уже сказала, это может быть наследственная клиническая, обусловленная аномалия в структуре коллагена. И тогда нужно именно улучшать качество коллагена и заботиться о нем, об оставшемся коллагене хотя бы. Также это фотостарение, а у нас только что лето прошло, да. И солнышко даже еще светит иногда. То есть, после лета всегда обостряется купероз или появляется впервые. Дегидратация кожи, о чем я тоже сказала. Начало топительного сезона, здравствуй, купероз. И также воздействие раздражающих факторов. Как пример, после пилингов, может быть, после шлифовок, может быть. При неправильно подобранном домашнем уходе со слишком активными средствами, которые просто раздражают кожу. Но вам же посоветовали или подарили, или там сами купили задорого, да, жалко выкинуть. Ну или жалко прекратить пользоваться. А кожа, я пью-пью, а кожа все хуже и хуже, как в анекдоте. Вот. Соответственно, это нужно тоже учитывать. Если у вас внезапно появился купероз, нужно понять, от чего он появился, и исключить провоцирующие факторы. Иначе, как бы вы его не лечили, не убивали, сколько бы денег, времени и сил на это не тратили, он будет только цвести и пахнуть дальше. Пигментация. Здесь картинки веселее. Напомню, что пигментация, это не именно та пигментация, которая загар. Потому что существует пигментация, это очень хорошо у меня рассказано в видео, да, в вебинаре про пигментацию. Это может быть доброкачественная опухоль, там, кератомы, например. Это может быть солнечная лентика. Это могут быть очень многие другие дерматологические образования, которые простой человек называет пятнышко. Вот. То есть пигментация, да. Мы же сейчас больше говорим, наверное, про хлоазму. Это чаще эндокринологически обусловленное заболевание, да, кожи, пигментное заболевание кожи, когда оно появляется или с возрастом, или во время беременности, или при ГВ, или при каких-то эндокринологических проблемах. И это пятна такие в основном вот здесь, на щеках, вот в этой области, вот тут. На лбу могут быть по центру, или наоборот, по бокам. Чаще всего здесь усы. Усы тоже. Кожа верхней губы – это вообще очень эндокринно зависимая область, поэтому гормонозависимая область, там много чего бывает, и усы, и пигментация, иногда нарисованные усы бывают, это вообще красиво. То есть, вроде бы усов нет, а все думают, что они есть, тоже очень обидно. Так вот, пигментация может быть просто после загара, после неправильного использования средств с кислотами, или с веществами, которые отшелушивают кожу. Это может быть даже витамин С, который вообще-то препятствует образованию пигментации, но в больших концентрациях он работает как пилинг. А вы и не знали. Любое стесывание, скажем так, эпидермиса способствует пигментации. То есть, мы как бы вроде бы лечим, а вроде бы калечим. Ретиноид тоже такое двоякое средство, поэтому на лето их лучше исключать. Но лето уже прошло, уже поздно. Я столько в записи, кто будет смотреть перед летом. Хотя вряд ли про осень написано в названии вебинара. Вот. Соответственно, за лето мы получаем пигментацию. В детстве она обычно ровная. В подростковом возрасте она ровная. С возрастом мы теряем эту способность качественной защиты от солнца. И пигмент становится неравномерным. Это нормальное старение как бы. То есть, клетки начинают хуже работать. Просто. Вот у меня уже всё. Я уже не могу загорать. У меня загар это какие-то точечные, мелкие, более тёмные пятнышки. Наоборот, депигментированные. Именно точечные пятнышки. То есть, это некрасивый загар. Поэтому смысла в нём уже нет. Моя кожа перестала защищать меня от солнца. Мой организм. Поэтому для меня солнце только будет губительно. Потому что, в принципе, этот загар, этот пигмент, это защита от солнечного излучения. Потому что солнечное излучение повреждает ДНК клеток. Всегда. Поэтому и образуется загар. Вот. А не потому что витамин Д. Нет. Витамин Д образуется только в коже. Образуется его очень мало. И он никуда дальше кожи не идёт. И как только образовался загар, всё, витамин Д больше не образуется в коже. Витамин Д мы получаем не с солнцем. Мы его получаем с пищей. Так. Итак. Сейчас объясню, что тут на английском написано. То есть, вот она клетка. Меланоцид. Тёмненькая. У которой есть, скажем так, такие ножки. По которым вот такие гранулы более тёмненькие, почти чёрные, тёмно-коричневые, проходят выше к поверхности эпидермиса. То есть, меланоцид живёт в базальном слое эпидермиса. А его лапки проникают гораздо выше, более поверхностно. И там, по ним, они отдают, эти меланосомы, это гранулы, меланосомы, они отдают кератиноцитам. Они могут лежать как между кератиноцитами. Так вот, здесь кератиноцит их поглотил, да, то есть, сам в себе их держит. И затем, когда кератиноциты стареют, вот здесь тоже видно, что они внутри кератиноцита. Когда кератиноцит стареет и слущивается, да, потому что наша кожа всегда обновляется, то всё, мы эти гранулки теряем. Но снизу они опять поднимаются. Поэтому загар обычно сохраняется, если мы, допустим, сходили в солярий или съездили на море, там, на недельку, на две зимой. Да, то есть, загара не было, вот мы съездили, приехали, опять зима, и вот он, загар. Он где-то держится, вот хорошо держится, месяц, два. На лице он быстрее проходит, потому что мы лицо мыываем два раза в день, тело мы моем реже, да, на тело мы не делаем никакие пилинги обычно, и на теле кожа обновляется дольше. То есть, даже если мы будем делать пилинги, оно всё равно будет дольше, чем на лице обновляться. Соответственно, тело у нас может и три месяца ходить загорелым, а вот лицо там хватает месяца на месяц, на два. Потому что обновилась кожа, а мелануцит, на него больше солнце не действует, мелануцит спокойно говорит, окей, я больше мелануцомы не произвожу, у меня отпуск. Вот. Соответственно, когда мы делаем пилинги, да, мы слушаем вот этот верхний слой, этот пигмент, но мы никак не воздействуем на мелануцит. То есть пилинги – это не лечение пигментации, это практически как тональный крем. Мы чуть-чуть сняли просто верхний слой, некрасивый, да, кожа посветлела, но мелануциту от этого не холодно, не жарко. А если при этом солнце воздействует, да, продолжает воздействовать, ультрафиолетовый дэмэдж, да, домаш, вот, повреждение ультрафиолетом, если происходит на клетку, то, если мы сделали пилинг и убрали этот верхний защитный слой эпидермиса, то мелануциты будут гораздо сильнее производить пигмент. Поэтому аккуратно для тех, у кого есть хлаазма, мелазма, пилинги – это не всегда хорошо, с этим надо быть очень аккуратным. Смотрите. Солнечные лучи делают, что в клетке, это обычная клетка, ну, эпидермис, вас по линии запускают, и оксидативный стресс, оксидативное повреждение. Клетка кричит об этом меланоциту, и меланоцит начинает производить меланин, который, соответственно, поглощается клетками эпидермиса, вот кератиноцитом, и таким образом, располагаясь здесь, именно вот эти гранулы, поглощает ультрафиолет, и все, мы защищены. Клетка больше не испытывает ни воспаления, ни оксидативного стресса. Вот так. Ну, про это можно вечно говорить, на самом деле. То есть нам в первую очередь надо сделать что? Надо убрать солнце, то есть пользоваться солнцезащитными средствами. Затем убрать воспаление, которое, если запустилось, оно не так легко останавливается. Воспаление – штука такая. Если особенно есть какая-то хроническая инфекция где-нибудь в теле, где угодно, это могут быть зубы, гайморит, не знаю, не важно, конъюнктивит, уши больные, по гинекологии, по урологии, все, что хотите, любое, гастрит, все, что угодно, по норице на пальце, то воспаление не пройдет у клетки, потому что оно будет стимулироваться, стимулироваться дальше. Это уже работа врача. Так, едем дальше. Мимические морщины. Да, тут все понятно. Мимика бывает разная. И как в зрелом возрасте, да, вот еще здесь мимика, да, эхо улыбки, гусиные лапки, вон, какие длинные. Так и в молодом возрасте, пожалуйста, то же самое. Вот, это просто мимика. Никто не может сказать, что эта девушка старая, да. Нет, она молоденькая, но мимика у нее активная. И первыми появляются гусиные лапки. С мимикой вопрос всегда другой. Это нужно расслабление мышц, его можно достигнуть тоже разными способами. Итак, схема домашнего ухода, да. Первые две недели. Обезвоженность обычно лечится, скажем так, лечится, да, корректируется за одну-две недели. Вполне легко, реально это сделать даже в домашних условиях. Если хотите быстрее или очень прямо обезвоженность сильная, то можно, конечно, сходить и к косметологу, там будут следующие слайды уже про работу косметолога, что он может делать. В первую очередь, когда к нему пришел пациент с обезвоженностью, что можно сделать потом. Итак, схема домашнего ухода. Когда все проблемы на одном лице, да, мы сейчас не разбираем по чуть-чуть, мы сейчас разбираем вот реально все. То есть пришел человек с обезвоженностью, с мимическими морщинами, с пигментацией и куперозом. Итак, в первую очередь дома это очень нежное очищение. У гельтека есть прекрасный лосьон очищающий, то есть это умывание без воды. Даже жирной кожи два раза в день вполне достаточно будет. В принципе, жирная кожа быстрее восстанавливается, там можно и одну неделю поделать, но лучше две. Далее, самый увлажняющий тоник, это тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Он будет очень хорошо увлажнять. Далее, сыворотка 3D-увлажнение. Это сыворотка с пептидами, которые улучшают состояние, которые стимулируют выработку аквапаринов. Аквапаринов, аквапарин – это такие белки, которые содержатся в эпидермисе и которые распределяют влагу внутри эпидермиса. Потому что в более глубоких слоях влаги больше, в наружных слоях влаги меньше. Поэтому идет еще и испарение. То есть из более глубоких вытягивается наружу, а снаружи оно улетает в никуда. Хоть чтобы сохранялась эта влага, существует натуральный увлажняющий фактор. Это раз. В нем содержится немножко молочной кислоты и солей, очень много разных аминокислот, микроэлементы различные. Там очень сложный состав. Повторить его искусственно до сих пор не смогли. Но в принципе низкомолекулярная гиалуроновая кислота, она очень хорошо тоже задерживает влагу в эпидермисе. И вот сыворотка 3D-увлажнений содержит ее низкомолекулярную, очень низкомолекулярную и высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, а также пептиды, которые стимулируют выработку белков аквапаринов, которые удерживают тоже влагу внутри эпидермиса. Далее. Но одной этой сыворотки мало. В ней достаточно мало высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Высокомолекулярная гиалуронка на поверхности кожи образует легкую пленочку, влажную пленочку. То есть не жирную пленочку, как крем, а влажную пленочку, которая тоже задерживает влагу и не дает ей испаряться. По законам обычной химической диффузии. Все вещества из места, где их концентрация велика, всегда стремятся в место, где их концентрация мала. Воды в коже больше, чем в окружающем сухом воздухе, в всяком случае при отоплении. Поэтому кожа всегда стремится влагу потерять. Вода все время пытается из нее убежать. Поэтому, чтобы ее задержать, на поверхности кожи можно создать водяной компресс. Он создается хорошо именно из высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. И тогда влага из кожи никуда не улетает. Она задерживается. При этом кожа дышит. Это важно. Не должно быть эффекта окклюзии. Потому что под окклюзией плохо восстанавливается липидоэпидермальный барьер. Об этом в другом вебинаре. Итак, что еще? Вторая сыворотка – это гель Нео. Здесь можно использовать любой. Как Нео для сухой и нормальной кожи, так и Нео антивозрастной. Но так как у нас есть пигментация, я напомню, то лучше использовать Нео антивозрастной, потому что в нем есть витамин С. Чем хороши эти гели? Словом Нео. В них содержатся липосомы, фосфолипиды. Фосфолипиды как бы делают заплатки в поврежденном липидоэпидермальном барьере. И он быстрее восстанавливается. Поэтому этот гель обязателен. Плюс в нем гиалуронки побольше, чем в сыворотке 3D увлажнения, именно высокомолекулярные. Поэтому лучше их использовать вдвоем. На веке эти оба гели, тоники, лосьон – все можно. Лосьон чаще, кстати, хороший макияж смывает. Надо только не спешить, подержать его получше. На веках. И тогда он смывает любой макияж, даже водостойкий. Мы им в клинике пользуемся. Все отлично. Так, далее. Так как кожа обезвожена, да, то все-таки легкий крем, легкий, нежирный, ей все равно нужен для имитации, ну, для легкой-легкой окклюзии. Не сильной окклюзии. Это даже не окклюзия, там и окклюзии-то нет, как таковой. Это именно восстановление липидоэпидермального барьера. Просто в нем все-таки липиды содержатся, да, не только вода, а в сыворотках у нас в основном все, что задерживает влагу. Нам нужны в том числе липиды, потому что он липидоэпидермальный. Итак, поэтому мы используем в ежедневном рационе кремы легкие. Из легких у нас крем увлажняющий или крем Витам... Ну, лучше, если у вас не такая сильная пигментация, или это просто загар, или это посттравматическая пигментация, когда ковыряешь прыщи, вот это вот руки оторвать, вот, то можно крем увлажняющий с утра наносить. Но в целом лучше, конечно, мультипротектор наносить, чтобы солнце вас никак не вызывало в ваших клетках ни воспаления, ни оксидативного стресса. Кстати, когда смотришь на пигментацию, на клазму, в дерматоскоп, то есть вооруженным клазмом, да, а не простым глазом, то видно, что там всегда есть сосудистый компонент. Сосудистый компонент – это всегда признак воспаления. То есть пигментация – это не просто покрасилась кожа так, да, это всегда воспаление. И воспаление нужно в первую очередь не вызывать. Вызывается оно солнцем, не провоцировать. Поэтому обязателен крем солнцезащитный СПВ-50. Наш крем очень классный, вот для тех, кто ни разу не пробовал, обязательно попробуйте, потому что он oil-free, он очень легкий. Он не дает никакого белого жуткого налета, он не жирнит кожу, его вообще на ней не видно, кожа дышит при этом, и при этом очень хорошо защищена. Поэтому и цена у него очень даже невысокая, в 100 мл. Его можно и на детей, и на всех, и на пожилых. Так, вечером, ну, если же вы, например, находитесь дома, никуда не пошли, или вы выезжаете в офис в 7 утра, когда солнце еще не взошло, а возвращаетесь в 8 вечера, когда его уже нет, то можно использовать крем увлажняющий. Почему именно увлажняющий? Потому что у него, ну, там есть СПФ около 15, но это не важно. У него есть противовоспалительные свойства, и он хорошо действительно увлажняет. Противовоспалительные, опять напоминаю, да, обезвоженная кожа, она еще и воспалена. А вот вечером можно и его, но лучше начать пользоваться сывороткой Витаматрикс. В ней содержатся витамины А, С, Е. Это те витамины, которые, ну, кроме того, что они витамины, кроме того, что они антиоксиданты, они способствуют лечению пигментации, коррекции пигментации и профилактике пигментации, да, то есть чтобы опять она еще больше не производилась. Я напомню, что меланоцид, он не просто вот так выплескивает, да, он постоянно, если он раздражен, если он стахановец, он будет постоянно делать этот пигмент. Его нужно успокаивать. Поэтому вот Витаматрикс в этом плане очень даже поможет. Напомню, что в первые две недели, пока мы лечим обезвоженность, мы не можем пользоваться какими-то жесткими средствами, какими-то активными средствами. У нас все должно быть очень мягенько, и, то есть, мы должны восполнять недостаток каких-то витаминов, микроэлементов и так далее. Вот. Вот Витаматрикс это помогает сделать. Далее. Маски. Без масок мы никуда. Два-четыре раза в неделю можно делать маску акваудовольствия. Это наша гелевая увлажняющая маска. Ее просто можно наносить просто на лицо, там, на 10-20 минут. Ее можно с самомассажем, то есть, просто нанести, потом поделать самомассажик, потом смыть. Ее можно даже как слиппинг-маску использовать, то есть, взять побольше и нанести, втереть полностью и спать лечь. Но, как бы, в ней нет ни липосом, ничего, поэтому лучше как слиппинг-маску не использовать. Лучше все-таки именно как маску. И еще у нас есть замечательный крем, питательный массажный спа апельсин. Это крем для лица. Ну, и, безусловно, то, что для лица можно использовать для тела, для рук. По нему очень хорошо делать самомассаж. Время самомассажа кожа напитывается различными компонентами из крема, вкусняшками. Но при этом после самомассажа, там, через 5-10 минут, вы этот крем хотя бы тоником снимаете, чтобы не было окклюзии. Вот. И, в принципе, все готово. Можно, не знаю, идти спать. Вот. Так. Соответственно, суть этого ухода – коррекция обезвоженности, уменьшение чувствительности кожи, да, то есть противовоспалительный. Этот уход увлажняющий, противовоспалительный. Восстановление кожного барьера с помощью липосома, с помощью кремиков, да, с помощью, ну, да, уменьшение мелких морщинок, уменьшение купероза, уменьшение раздражения. Подготовка кожи к более активным препаратам. Вот это самое главное. Что мы делаем потом? Вот прошло пару недель, да, мы поняли, что кожа стала лучше, она точно уже не чувствительна, она точно не обезвоженная, у нас уменьшились. У нас пропала сухость, пропало шелушение, у нас уменьшились морщинки. У нас уменьшился купероз немножко. Что мы делаем дальше? Дальше мы боремся уже с конкретными, более длительными проблемами, да, то есть купероз, мимические морщины и пигментация. И это борьба уже с нами, ну, навсегда, до следующего лета. Вот, то есть на месяцы. Не нужно думать, что она тоже две недели, а потом отчеты не сработало. Нет, это все действительно долго. Потому что только эпидермис у нас обновляется, не 28 дней, нет, это с пилингом он 28 дней обновляется. Без пилинга обновляется только эпидермис, 2 месяца. А в зрелом возрасте 3 месяца. А у Адерма обновляется минимум 2 месяца, только какие-то первые результаты вообще-то в течение полугода. Поэтому воздействия длительные. Сосуды у нас в эпидермисе сосудов нет, сосуды в дермии. То есть нужно понимать, что купероз – это лечение длительное. Так, даже если вы получили сразу быстрые результаты, до вот какого-то прям идеала, когда не нужен тональный крем, мы дойдем только через несколько месяцев. Итак, очищение. Здесь уже может быть любым по типу кожи. То есть для сухой кожи, для чувствительного – это будет лосьон очищающий, для жирной – нормальной – это будет гель или мусс очищающий. Далее. У нас есть в гельтеке волшебный лосьон-концентрат «НЕО». Это активный действительно концентрат с фосфолипидами как раз, с липосомами, с антиоксидантами, с экстрактами растений, который будет способствовать восстановлению и барьера. И, ну, в принципе, он улучшает состояние клеток. Да? А мы должны мыслить на клеточном уровне. Не на организменном, что красивое, некрасивое. Не на органном у кожи, не на гистологии, не на тканевом уровне, эпидермис, дерма, подкожная жировая клетчатка, а вплоть до клеточного уровня мы должны мыслить. То есть компоненты этого лосьона, они работают на клеточном уровне и ускоряют метаболизм клеток. То есть что делают? Омолаживают. Потому что с возрастом метаболизм замедляется. Поэтому. Но нужно понимать, что бывают люди с сухой кожей, им не хватает увлажнения. Не с обезвоженной, а с сухой. И отопление никуда у нас не делось. То есть только на этот тоник, может быть, перейти, будет кому-то перебор, недостаточно. Может не хватать увлажнения. Тогда мы этим лосьоном пользуемся, допустим, вечером, а утром мы пользуемся тоником по типу кожи. То есть если это сухая кожа, то это будет тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Если это очень чувствительная кожа, или розация есть, или акне, то это будет тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера. Если это жирная кожа, то это будет тоник для жирной кожи. Вот. Так. Далее. Сыворотки. Так как мы боремся с куперозом и со всем-всем-всем-всем-всем, то, конечно же, мы будем использовать гель антикуперозный. Или если купероз уже настолько хорошо уменьшился, что нас больше беспокоит пигментация, то мы будем использовать гель тонизирующий. Это утром, а вечером мы будем использовать сыворотку ретидерм. Ретидерм – это сыворотка с ретинолом. И почему я… ну, которая будет помогать бороться с пигментацией именно. Почему я вот в прошлые две недели, да, нашего ухода рекомендовала использовать сыворотку Витаматрикс, потому что в ней есть витамин А, но не ретинол, а ретинолопалиметат. Дело в том, что когда мы используем ретинол, мы не можем его просто так начать использовать. Если в коже не хватает витамина А обычного, не ретинола, а ретинолопалиметата, например, или ретинолоацетата, ретинолов очень много в рядах, да, начинает бета-каротина, который про витамин А. А если не хватает более такой легкой формы ретинола, то ретинол сам не усваивается или действует раздражающе. Поэтому сначала нам надо восполнить нехватку витаминов в коже, поэтому мы используем крем-сыворотку Витаматрикс. И поэтому здесь же мы используем гель-тонизирующий. Ретидерм, в принципе, первую неделю-две лучше использовать не каждый вечер, а через день. Тогда вы его чередуете с как раз гель-тонизирующим. Гель-тонизирующим тоже есть витамины А, С, Е. И еще и микроэлементы, большое количество микроэлементов. Поэтому они очень хорошо сочетаются. Так, на морщинки мы можем наносить сыворотки с нейропептидами. Это миорелакс и гель с бета-эффектом. Кому как больше нравится. Миорелакс более жиденький, гель с бета-эффектом более плотненький, более увлажняющий. Далее. Кремы. Без кремов нам никак, да. Так как у нас есть пигментация, то на утро у нас всегда будет мультипротектор с SPF 50, кроме тех дней, когда мы сидим дома или в подвале. Напомню, что при пасмурном погоде солнце все равно светит. Сквозь облака проникает ультрафиолет типа А. И если вы гуляете, то все равно вы должны использовать солнцезащитный крем. А если же вы живете практически у метро, то и офис у вас тоже у метро, и вы ездите в метро, то можно, в принципе, крем увлажняющий. Если там 5 минут на метро, тогда нормально. При пасмурной погоде. Вот так. И крем-совыродку Витаматриц. Да, я уже сказала почему. Потому что там и витамин С, и витамина. То есть это тот состав, который будет улучшать состояние кожи и при куперозе, и при пигментации. И, в принципе, при старении, например. Если у вас сухая кожа, то вы можете даже делать как? Если вы не очень торопитесь по утрам, то есть как я, например, 2 часа вам надо на то, чтобы пасхавтракать, спасти мир, со всеми попереписываться, сделать 10 консультаций, а потом уже ехать на работу, то вы можете сначала нанести крем увлажняющий, а потом уже перед выходом нанести мультипротектор. Тогда, или там Витаматрикс, потом мультипротектор, тоже будет очень хорошо. Маски. Да, так как мы 2 недели кожу практически не очищали, то теперь ей точно нужно очищение. Более активное. И с этим будет работать маска энзимная. Энзимная пектиновая маска. Она будет, соответственно, разрыхлять верхний слой кожи, и можно будет его легче очищать. Там те же поры, гиперкератоз и так далее. Заодно это будет мягкое отшелушивание петермиса, без жесткоча, как, например, с пилингами. И тоже будет осветление кожи. Плюс после этого можно использовать маску акваудовольствия. Или глиняную маску, если у вас жирная кожа. Делать такие процедуры 1-2 раза в неделю. Также можно, кто использует, кто делает самомассаж, можно делать самомассаж по кремопитательному массажу. Но это хоть каждый день, хоть 2 раза в день. Вот. Главное его потом смыть. Помните, что во время самомассажа все вкусное из крема уже в вас попало, впиталось и так далее. Вы просто снимете верхний слой вот этой окклюзии, которая вам не нужна. Можно смыть и лосьоном очищающим, можно и умыться, в зависимости от типа кожи. Сухая кожа лучше впитает. И, в принципе, там можно тоником просто смыть. И затем уже можно сыворотки нанести. Или сыворотки донанести. Вы смываете в итоге этот крем и наносите, допустим, мультипротектор, идете на работу. Если вечером вы просто тоником протираетесь, и все. Можно сыворотку нанести. Ну, или ретидерм нанести. Так, что делает этот уход? Уже коррекция, купероза, пигментация, мимических морщин. Обязательно. Если вдруг у вас, нотабене, да, нотабене – это внимание по латыни, у вас повысилась чувствительность во время этого ухода, появились какие-то ощущения стянутости, обезвоженности, шелушения, покраснения, какие-то пятнышки, какая-то сыпь, то возвращаетесь на несколько дней или на неделю к первоначальной схеме или обращаетесь к своему косметологу, да. Ну, или если вы косметолог, то вы просто предупреждаете, что вот у вас же уже дома куплены все эти средства, да. Они не просто на две недели, они на самом деле тоже на долгие месяцы, просто иногда батареи, опять же, никто не отменял, там какой-нибудь, ну, поход в бассейн, не знаю, все что угодно, пилинги, никто не отменял, какие-то процедуры. С этими процедурами кожа может подсохнуть, и вы возвращаетесь к первоначальному уходу. Вот и все. А потом опять через несколько дней возвращаетесь к вот этому, более такому специализированному, более активному. Так. Все понятно по домашнему уходу? Давайте ваши вопросы. Я сейчас отвечу на вопрос про есть ли у меня вебинар по депигментации после инъекций. Нет, таких вебинаров нет. В принципе, таких вебинаров нет, потому что если уже случилась депигментация после инъекций, обычно это инъекции витамина С, в большой концентрации или каких-то отбеливающих препаратов, то, к сожалению, чаще всего это навсегда. Просто убили меланоцит. Именно вот этой вот высокой концентрацией активных компонентов. С этим сталкиваются косметологи, которых не предупреждают, что нельзя колоть чистый витамин С. Чистый – это обычно 10-20%. И вот, к сожалению, могут получиться такие вещи. Здесь лечения нет. То есть только тональный крем. Восстановить пигментацию. Ну, это витилиго, либо у человека, в принципе, было витилиго, допустим, он вам мог не сказать, или оно где-то было на теле. При каких-то агрессивных воздействиях это может быть и шлифовка лазерная, и не лазерная. Это могут быть инъекции, вот такие отбеливающие. Витилиго появляется в том месте, где было воздействие. А человек не связывает витилиго на животе и витилиго на лице. Он видит, что что-то произошло, допигментация произошла, начинает винить косметолог. Ну, то есть тут вопрос в диагностике, а есть ли витилиго? Бывает и... Ну, просто витилиго, оно редко появляется в зрелом возрасте, оно обычно все-таки с подросткового возраста, либо после каких-то очень жестких стрессовых потрясений или каких-то очень жестких процедур может появиться. Лечения у него нет, к сожалению. То есть все лечение пока только экспериментальное. Из лечения тональный крем, к сожалению. Вот, поэтому помните про эту проблему. И вот сейчас, так как мы сейчас перейдем к работе уже косметолога с такими несчастными людьми, у которых есть все, у которых есть все проблемы, да, чтобы глаза не разбегались, у косметолога. Но помните, что пигментацию нельзя корректировать чистым витамином С. И все препараты должны быть все-таки проверены. И обязательно, когда есть пигментация, нужно спросить, у вас нет пятнышек беленьких на теле? Потому что витилик такая штука. Итак, профессиональные процедуры. В первые две недели, да, то есть вот человек такой увидел себя в зеркало внезапно, после того, как всех своих 10 детей отвел в школу, наконец-то они начали учиться онлайн. или появились каникулы, отправили их бабушки или еще что-то. Ну, то есть, когда человек внезапно, да, осенью, посмотрел на себя в зеркало при хорошем освещении, обдуманно, и увидел все, он такой, ага, побегу-ка я к косметологу, а то давно не была. Вот. Итак, в первую очередь, вот эти первые две недели, это может быть единственное посещение, да, а может быть, хоть через день ходить, пациент, потому что на панике, косметолог, сделайте со мной что-нибудь, мне надо срочно. Да, всякое бывает. Итак, первые одну-две недели процедуры должны быть не агрессивные, потому что обезвоженная кожа не переносит никакой агрессии, обезвоженная кожа не справляется ни с какой агрессией, ей становится очень плохо, если мы к ней агрессивно относимся. И пациент вам спасибо не скажет. Самая частая ошибка косметологов это идти на поводу успешащего пациента, что или поверить ему, что я так сто раз сам делал, да мне все время делают эти шлифовки, или мне все время делают оббеливающий мезо после лета, там, или еще что-то, сделай сейчас. Нет. Это самая главная ошибка косметолога. верить на слово человеку. Никогда не верьте, перестраховывайте сто пятьсот миллионов раз, потому что, чтобы не было заживления в течение двух месяцев, чтобы и, соответственно, пациент будет вам трепать мозги, да, вы будете плохо спать. Ну, а почему трепать мозги? Потому что человек страдает, тоже не ожидал, она хотела через три дня выглядеть красиво, ну, хорошо, через пять, а тут два месяца какой-то трындец, и все хуже и хуже. Плюс падает доверие к профессионалу и так далее. Профессионал тоже уже синяканы вот такими от недосыпа ходят нервов. Поэтому никогда не верьте, говорите стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, сейчас мы все потихонечку сделаем. Вот, и назначайте в первую очередь домашний уход. Объясняю, что ваша кожа в плохом состоянии, и она не сможет выздороветь моментально. Вы загнанная лошадь, вас стягать уже нельзя. Вас сначала надо покормить, спать уложить, погладить, поцеловать в носик, а потом уже жестко будем бежать дальше. Итак, все не агрессивные направлены на увлажнение кожи и уменьшение чувствительности кожи, потому что безвлажная кожа всегда чувствительная, даже если вы этого не видите. Как только вы смоете какой-то макияж, не дай бог, какой-то кислотной умывалкой, вы заметите эту чувствительность кожи, потому что кожа может покраснеть. Иногда даже просто вот ваткой стираем, а кожа красная становится. То есть это что? Это повышенная чувствительность. Если мы пальцем тыкаем, да, и кожа красная. Это нормально? Нет, это не нормально. А вы, допустим, хотите сделать пилинг. Какой пилинг? А я там пальцем тыкать нельзя. Вот, ну, умывать страшно такого человека. Пилинг тут и близко не стоит. Позитивная стимуляция может быть только. То есть как загнанную лошадь, что мы говорим? Стопэ, вот тебе покушать, вот тебе поспать, вот тебе попить. Да, то есть сначала мы даем, все даем, восполняем недостающие. То есть воду, ну, там, гиалуронку, соответственно, микроэлементы, витамины. Так, то есть что это в первую очередь? Очень хорошо, прям вот очень хорошо. Это то, о чем косметологи-статисты, к счастью, помнят, да. А вот косметологи уже колющие или на каких-то дорогих аппаратах работающие забывают, либо вообще не знают. Это форезы. Форезы, то есть введение активных веществ с помощью базовых аппаратов косметологических, физиотерапевтических аппаратов. Именно здесь важно слово терапия. Не агрессивных, которые работают с помощью негативной стимуляции, то есть разрушения чего-нибудь, а именно позитивная стимуляция. Вот форезы – это позитивная стимуляция. Это когда мы лошадь кормим, ласково с ней обращаемся, да, и она от этого благодарно бежит дальше. Вот. Форезы мы в первую очередь делаем по гелю концентрату низкомолекулярной гиалуроновой кислоты при сильной обезвожности, особенно при сухой коже, особенно если вы видите вот эти мелкие морщинки. Вот тогда, и вот она такая вот, как уже печеное яблочко какое-то становится, да, вот видите, что прям вот сухая, сухая, надо. Вот гель-концентрат, прям очень хорошо. По гелю тонизирующему, если мы видим больше пигментации, прям вот, ну, и пациент, ну, то есть увлажнение вроде как еще нечеток, а вот пигментации прям много. По гелю интенсив регенерация, напомню, что это самый противовоспалительный именно регенерирующий гель, если мы видим прям повреждения кожи, прям очень чувствительную, прям краснота везде, пятна какие-то, короче, вот, и вот когда трогаем, то вот она краснеет. Вот это вот точно только регенерация тут спасет. И в домашний уход, кстати, тоже ее лучше дать при такой чувствительности кожи. И посмотреть вебинар про чувствительную кожу тоже. Правда, я не знаю, какого года, может, тогда регенерации еще не было, потому что я тут пока смотрела презентации, они же у меня все сохранены, они с 12-го года еще вебинары читают, там не все эти продукты были. И гель антивозрастной нео, он и в уходе, да, я его рекомендовала, и по нему можете тоже делать форезы. Форезы, напомню, это ультрафонофорез, да, ультразвуковая терапия, это электрофорез, но он при очень чувствительной коже не показан. Это даже микротоки, потому что там есть, происходит электрофорез, это электропорация. Но, опять же, при очень чувствительной коже я рекомендую ультрафонофорез. Есть еще лазерофорез, тоже при чувствительной можно. Лазерофорез, это низкоинтенсивные лазеры, они тоже замечательно работают на увлажнение кожи, на восстановление кожи, на уменьшение чувствительности кожи. Так, далее, если у вас нет аппаратов, или очень пациент нервный, хотя нет, просто нет аппаратов, да, то это массаж легкий только, не скульптурирующий, не букальный, а очень нежный лимфодренажный массажик, такой релаксирующий массажик с увлажняющей маской после меня. Это может быть альгинатная маска, это может быть наша акваудовольствия маска, можно даже тот же гель антивозрастной положить и пленочкой накрыть. Ну, много, можно интенсивно регенерацию под пленку положить. Так, если пациент не очень чувствительный, то есть вот, я сейчас буду уже, мем уже будет такой, да, тыкни пальцы, не очень чувствительная кожа, то есть вы видите, что она обезвоженная, ну, немножко, но при этом больше проблема есть, например, пигментация или гиперкератоза. То есть вот если есть проблема гиперкератоза, то можно сделать поверхностный пилинг, но не салициловый какой-нибудь, а именно увлажняющий, то есть чтобы там была молочная кислота, гликолевая кислота, такой вот, чтобы там были какие-нибудь экстрактики, чтобы кислоты были натурального происхождения, они были мягкие. Там лактоновые кислоты, то есть полиоаш-кислоты, да, полигидроксикислоты, они дают очень хорошее увлажнение и они дают успокоение кожи, противовоспалительный эффект. Вебинар у меня по кислотам, по-моему, так и называется кислоты, да, или по пилингам, или по кислотам есть вебинар. Там рассказывается про разные виды кислоты, как они работают. Вот один раз такой пилинг можно сделать, но лучше фореза. Но если прям вообще гиперкератоз, то можно, да, легкий пилинг. Или если пациентка очень простая, очень привыкла к ним. И говорит, а то я сейчас дома сделаю сама. Лучше вы сделаете, чем она дома. Далее. Биоревитализация. Инъекционный метод, да, введение высокомолекулярной гиалуроновой кислоты в дерму. Можно сделать даже, но при очень чувствительной коже лучше не надо. Она просто заживать будет долго. То есть такое. Опять же, если очень чувствительная кожа, то инъекции нежелательны. Лучше фореза сделать. При просто обезвоженной, но чувствительности нет, нормальная кожа, но зато есть обезвоженность сильная, и возраст, допустим, и тонкая кожа, то биоревитализация идеальна. Плазмотерапия, плацентотерапия в одну строчку практически, потому что это тоже инъекционные процедуры, они восстанавливают работу клеток. Именно на клеточном уровне, на молекулярном уровне. Всегда хорошо делать после лета, всегда хорошо делать, когда много проблем, всегда хорошо делать при пигментации, при куперозе. И они не сушат, они же способствуют заживлению, то есть даже при чувствительной коже, они эту чувствительность будут уменьшать. Плюс плацентотерапию, да и плазмотерапию, можно сделать не 200 уколов в лицо, а можно сделать меньше, там 20 уколов в лицо, да, просто делая болюсами. Тоже это возможно. Вот. И мезотерапия со звездочкой, потому что, как я уже сказала, да, можно с мезотерапией перебдеть, переборщить. Мезотерапия в данном случае это различные такие препараты, которые не относятся к биоревитализации, да, потому что биоревитализация это четко чистая, ну или почти чистая, высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Поэтому не надо называть мезотерапию с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой биоревитализацией. Нет, это не биоревитализация, это мезотерапия с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Есть препараты мезотерапевтические с различными пептидами, с различными полирибонуклеотидами, ПДНР, вот, с различными витаминками, но не в высоких дозах, да, то есть вот такие вот именно подкормить кожу. Вот такую мезотерапию хорошо делать. Есть много препаратов таких у разных фирм, часто корейские тоже делают, ну много, их действительно много на рынке, в принципе, к биоревитализации там больше 100 вариантов, так и этих полно. Просто вы должны понимать, что вам не нужно сразу бежать и делать отбеливающую мезотерапию, не выдержит кожу, она даст побочки, просто много побочек она даст и раздражений. У меня вот была ситуация, когда просто дала аллергию коже, да, на второй раз использование мезотерапии, ну потому что вот так. И что вы будете делать? Кожа и так обезвожена, блин, она никакая, еще и аллергия пошла. Зачем это можно? Поэтому только прям-таки нежные, нежные кормим. Первые две недели кожу кормим. Кормим и поем. А дальше... Так. А вот, ой, 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 оп. А после двух недель, да, мы уже можем развернуться, развернуть свою фантазию и так далее. Процедуры будут направлены на устранение уже проблем, не связанных с обезвоживанием, потому что обезвоживание мы действительно за две недели с ним с помощью домашнего ухода и там одной-двух процедур в кабинете мы вполне справимся спокойно, даже за одну неделю. Итак, мы боремся с пигментацией, с химическими морщинами и с расширенными сосудами. Ну, их можно назвать куперозом, но неважно, как они называются, это те сосуды, которые мы видим глазом. Чаще всего они вокруг носа, да. То есть это не легкий румянец, который внезапно появился после загара, да, после лета. А это именно сосуды, которые вот прям видно, они там древовидные или как ручейки, их видно глазом, да. То есть не краснота, четко сосуды. Процедуры могут быть более агрессивными и стимуляция может быть как позитивная, так и негативная. Но нельзя только делать негативную стимуляцию. Мы должны помнить, что загнанная лошадь не работает. Загнанная лошадь умирает. Вот. Итак, тоже форезы, потому что это как бы судьба косметологов-эстетистов, а гельтек это в принципе косметика для косметологов-эстетистов изначально, да. А потом уже оказалось, что она такая прекрасная в домашнем уходе, что можно даже без косметолога иногда обойтись. Вот. Итак, форезы. Но здесь уже курсом. Мы по гелю антикуперозному работаем. Он, кстати, обладает и отбеливающими свойствами, потому что яцинамид, который в нем содержится, витамин С в нем содержится, они обладают отбеливающими свойствами. Не в смысле, что они отбеливают, да, как типа как побелкой помазал. Нет. Они нормализуют работу меланоцита. Вот. Вы же теперь знаете, что пигмент это меланоцит производит, да, то есть это клетки. И воздействие идет на клетки, на клеточном молекулярном уровне. Гельт спитая эффектом. По нему мы можем сделать форез по морщинам, даже по крупным, там, на лбу, например, межбровки. Гусиные лапки очень хорошо. По носогубкам, по морщинам-марионеткам. Бывают еще морщины на подбородке вот здесь. То есть морщины эхо-улыбки. Получается уже все лицо в морщинах. По шее, если вот такие вот тяжи, тоже мы можем поработать по гелю с бета-эффектом, гель с нейропептидом, аргирелином, он уменьшает мимическую активность, ослабляет. Он не выключает ее, как инъекционные препараты, да, ботулинического токсина, он слегка уменьшает и накапливается. Вы должны дать обязательно в домашний уход, либо гель с бета-эффектом, либо миорелакс, сыворотку, неважно, и делать курс процедур. Тогда он накопится, и мимика действительно уменьшится. Вот есть люди, которые очень кривляются, и уже это не нужно. Вот я тоже к таким отношусь. Вот. Так, и отбеливающие препараты. Единственное, поритидерму не советую делать форез, потому что получится очень большой процент ввода активного вещества, и можно получить по бочке. Но мы активно пытаемся сделать сыворотку отбеливающую, и она будет, и вот по ней можно. Работать будет. Так. Скоро, надеюсь, выйдет в продажу. Итак, пилинги. Без пилингов все равно никак, потому что зима, осень-зима – это время пилингов, да, и пилинги – это не всегда прям плохо-плохо, да, пилинги – это хорошо, если правильно их использовать. Они тоже стимулируют, причем поверхностные они могут стимулировать даже немножечко позитивно, ну, когда одноразово. Если же мы делаем курс, то там начинается негативная стимуляция, то есть именно отшелушивание. За счет отшелушивания идет стимуляция обновления кожи. А поверхностно-срединные всегда – это негативная стимуляция за счет отшелушивания. Но помним, что обязательно кожа должна быть хорошо увлажнена, обязательно солнцезащитные средства. СПФ-50 практически круглосуточно с обновлением при выходе до ближайшего кафе, ну, то есть если мы утром нанесли, да, поработали в офисе, и в обед мы идем в кафе покушать, то нужно обновить солнцезащитный крем. Если есть пигментация, мы после пилинга находимся, или после шлифовки, или после любого повреждающего, после любой повреждающей процедуры. Фотоомоложение – это лазерная методика с негативной стимуляцией, то есть это как бы выжигание лазером немножко, то есть это все равно идет такой легкий ожог кожи, он может проходить без шелушения, может проходить с шелушением, то есть реабилитация разная, разные есть аппараты, разные типы аппаратов даже, то есть есть IPL, есть лазер на красителях, разные длины волн, мы на этом не останавливаемся, обучение проводят те, кто продает эти аппараты. Но есть такая процедура фотомоложения, которую можно сделать на разных аппаратах, заключается она в чем? В том, что есть хромофор, это вещество, которое поглощает энергию, которая выделяется этим аппаратом, световую энергию, которая выделяется данным аппаратом на данной длине волны. Хромофоры обычно бывают красный и коричневый, то есть красный – это сосуд, коричневый – это пигмент. Но если волосина попадет, то и волосина сожжется, потому что она поглощает энергию, накапливает ее, как бы, ну, можно сказать, грубо сжигается, очень сильно нагревается. Соответственно, таким образом, с помощью фотоомоложения мы убираем видимые сосуды, те, которые я вот сказала, вокруг носа, здесь что-то такое, мы убираем пигмент. Но это повреждающая процедура. Ее можно сделать стимулируючи, да, но все равно это будет легкий ожог. То есть кожа не должна быть чувствительной, нужно сначала ее восстановить. Поэтому она у нас после двух недель кормления загнанной лошади. Вот, процедура очень хорошая. Но солнцезащита обязательно, восстановление обязательно. То есть сразу же после нее, так же, как и после пилинга, мы превращаемся в загнанную лошадь. Нужно себя заново кормить. Вот. То есть домашний уход должен меняться на регенерирующий уход, на восстанавливающий уход. Батулинотерапия – это борьба с мимическими морщинами, да, то есть четко в мышце колются определенные дозы препарата. Останавливаться тут не очень. Плазмотерапия, плацентотерапия, как я уже говорила, они нормализуют работу клеток, и таким образом через несколько-несколько месяцев можно надеяться, что пигментация уйдет, купероз тоже уменьшится. Часто эти процедуры не как единственные, в принципе, не надо воспринимать. Вот есть весь список, да, можно работать вообще со всем этим списком. Нельзя выбрать что-то одно и сказать, о, о, это же у меня есть, я сейчас от всего буду лечить вот этим. Так не работает. Нужно использовать все в комплексе. Много проблем, много процедур имеется, и у каждого человека все равно какая-то процедура будет работать лучше. Вроде пигментация одна и та же, да, две сестры берем, на одно и одно лучше работать, на другое – другое. Даже разные процедуры фотомоложения, на них могут работать по-разному. Вот поэтому все очень индивидуально. Поэтому пробовать надо все. Мезотерапия. Здесь уже можно развернуться с более такими серьезными препаратами, то есть отбеливающие, антикуперозные, антиоксидантные. Шлифовки кожи. Они могут быть лазерные, да, когда мы выжигаем что-то, они могут быть сплошняком, когда мы прям, ну, это сейчас реже уже используется, слава богу, потому что, ну, дермобразие, например, она сплошняком сдирает кожу, да, и лазерные шлифовки раньше тоже были сплошняком. И, например, феноловый пилинг, да, это тоже сплошняком мы это все сдираем. Есть шлифовки как бы точечками выжигаются, да, то есть работа в глубине, но при этом эпидермис не весь повреждается. То есть это что? Это защита от посттравматической пигментации. Да, то есть лучше выбирать шлифовки такие, фракционные. Тоже они могут быть разной глубины, разными аппаратами и так далее. Но в целом шлифовка – это не лечение пигментации. Да, она может уйти, но надеяться, что она не вернется, только если имеется аппарат шлифовки, и вы тупо отшлифовали кожу и сказали «до свидания», так нельзя, то есть должна быть обязательно в комплексе, то есть шлифовка, перед шлифовкой мезотерапию отбеливающую, чтобы в коже накопились препараты или там форезы отбеливающие, чтобы в коже накопились препараты, ну, вещества, которые препятствуют пигментации. Потом делаем шлифовку, регенерацию всякую делаем, там тоже плазмотерапию сразу же, или плацентотерапию, они ускоряют заживление. И потом опять мезотерапию продолжаем, ну, либо фореза, то есть вот что-то такое. Да, шлифовка – это заменитель пилингов. Пилинги сдирают в первую очередь эпидермис, при пигментации это так себе вариант. Шлифовки, именно фракционные, они в этом плане нежнее гораздо. Но это все равно нагрев кожи, при нагреве кожи можно стимулировать пигментацию. Здесь очень тонкая грань, когда мы лечим и когда мы стимулируем. С пигментом действительно очень сложно работать, поэтому нужно использовать сразу все способы. И обязательно дома отбеливающий препарат, обязательно дома регенерирующий препарат, противовоспалительный. Помним, что пигментация – это всегда воспаление. И солнцезащитное. Вот, то есть мы перестраховываемся миллион раз. И вот, дермороллер, дермопен, да, это тоже фракционное воздействие на кожу. С помощью дермороллера и дермопена мы не сдираем эпидермис, да, мы сквозь него воздействуем на дерму. Мы повреждаем дерму, дерма регенерирует. Таким образом можно даже надеяться действительно на улучшение состояния в плане пигментации. Ну, с куперозом тут сложнее. Обычно он на такие воздействия, наоборот, ухудшается. То есть потом нужно делать фотоомоложение. Вот. Как-то так. Если мы работаем дермороллером и дермопеном до крови, в принципе, именно эта работа с дермой, то сыворотки сверху нанесенные особо не впитаются. Мы можем наносить только регенерирующие какие-то средства, да, то есть тот же гель интенсив регенерации. Пожалуйста, наносите. Даже не просто наносите, а обязательно наносите. Если мы говорим, вот вопрос про микронидлинг, да, то это повреждение кожи только эпидермиса, это мезороллер, да, то есть только эпидермис, без крови, без проникновения в дерм. Здесь вы можете наносить любые сыворотки, в том числе и наши сыворотки, ничего не будет. Вот. В целом, ну, единственное, нужно все равно, чтобы кожа была чистая, и после обязательно пациент, чтобы не пользовался никакими пудрами, никакими тональниками, особенно пудрами. В тональниках там хотя бы, ну, он закрыт все-таки в тюбике обычно, но если его наносить кисточкой, которую они мыли месяц, да даже и мыли, какая разница. Кисточка – это волосы, на волосах всегда много бактерий. То есть нельзя после таких повреждающих процедур пользоваться тональными средствами, хоть пудрами, хоть тональниками, потому что, если они не наносятся пальцем, ну, не пудрами, пудрами нельзя, потому что вы грязь наносите, бактерии наносите на лицо, и потом могут быть инфекционные осложнения. И спасибо вам никто не скажет, потом будете геморроиться еще с ними, потому что лечить их часто пару недель. Нестерильные препараты при микронидлинге до крови. Толщина эпидермиса у каждого человека разная, поэтому здесь нет миллиметров, да? Здесь вы можете только проведя увидеть, есть кровь или нет крови. Это зависит от силы нажатия, вот и все. Ну, понятно, что когда у вас там меньше миллиметра, иголочки, то, ну, как бы вы до крови даже навеки не сможете до его, ну, добить. Вот, а так, если вы без крови работаете, то, соответственно, вы можете спокойно использовать не стерильный, не ампульный препарат. Но помните про частоту после. Вот, то есть не надо заниматься уборкой в ближайшие три дня, потому что это прям иногда, когда приходит человек после каких-то повреждающих процедур, и говорит, а меня обсыпало, и ты начинаешь, каждые пять минут его жизни, все эти три дня прошедших, ты начинаешь изучать, потому что вроде бы все сказал. И все равно поехала к маме, и осталась ночевать на непонятной наволочке. Там, не знаю, поцеловалась с собачкой, дети слюнями, слюнявыми ручками потрогали, поцеловалась с бородатым мужем, пошла на свидание, там поцеловалась где-то, не знаю, вытерлась какой-то салфеткой, сходила зачем-то в спортзал, сделала генеральную уборку у брата в доме. Я вам сейчас реальные вещи рассказываю. Вот это я все не придумала. Поэтому мне приходится каждый раз, когда я делаю какие-то повреждающие эпидермис, именно эпидермис процедуры, я перечень вот этого вот всего, то я говорю, надо записать, конечно. Это уже первое просто. Вот. Вообще никому не прикасаться к лицу, не делать никаких уборок, никаких бань, саун, соляриев, спортзалов, никаких поездок в пыльных поездах, самолетах и так далее. Вот. Просто как хрустальную вазу. Вот. Лицо не трогаем. Ну, с масками сейчас тоже, кстати, маски грязные, носят там по трое, по пятеро суток. Тоже нужно понимать, что если повреждение кожи произошло, маску нужно менять каждые два часа, как это делают врачи. Вот. Потому что потом она уже не чистая. То же самое, что вы облизались себе пол лица вот этими слюнями, которые вы выдыхаете изо рта, из носа. Так. Ну, в принципе, все. Вебинар закончился. Я жду ваши вопросы еще, если у кого-то какие-то есть. Если нужно показать какие-то еще слайды, да, то сейчас мы покажем, что вот тут вот. Вот я бы вот этот, наверное, показала, да. То есть именно схема, как нужно корректировать, чтобы вы запомнили где-то у себя на подкорке. От быстрого к длительному, от простого к сложному, от изначального, ну, от причины к следствию. Да, то есть сначала мы лечим обезвоженность и чувствительность кожи. А дальше все, что осталось. Потому что многие проблемы за эти две недели просто сами уходят. Субтитры сделал DimaTorzok.